Друзья, приветствую всех! Сегодня покажу вам, как живут американцы в городах, покажу вам, как я обустроился в Чикаго. В общем, вот мой дом, Гранд Плаза, центр Чикаго. Расскажу обо всех плюсах и минусах, обо всех нюансах. Вот в доме у нас супермаркет, уже Волоска. Вот такой вот холл. Так, здесь у нас почта. А здесь вот прикольное, у них есть место, здесь они забирают посылки. Все посылки вот оставляют здесь, здесь оставляют большие коробки. И вот здесь нужно вводить код квартиры и забирать мелкие посылки. Вот, видите, все отсортировано по этажам. В общем, друзья, вещь удобная. Не нужно дожидаться курьера. Спустился себе сюда в удобное время и забрал посылку. Так, поехали. Здесь почему-то я живу выше 40 этажа. 41-й, 42-й, пентхаус у меня в Батуми на 42-м. В Сан-Франциско жили на 45-м, здесь у меня 46-й. Здесь мне нравится, что у них везде ковролин. Вот так вот. Все здесь простенько. А, еще здесь прикольная тема есть. Мусоропровод. Раньше в наших домах тоже они были, но почему-то потом их позакрывали. Вот, гарбич-рум. И вот сюда выбрасывать мусор. Так, теперь показываю, как я здесь обустроился. Вот такая, друзья, у меня квартирка. В общем, смотрите, рассказываю. Здесь, в Америке, у них все квартиры максимально простые. Здесь нет крутых лакшери-квартир. Вот, например, моя квартира в Киеве, да, смотрите. Такой ремонт здесь, ребята, никто не делает. Здесь, смотрите, максимально все просто. Обычные белые стены, вот обычные вот эти вот американские выключатели. То есть здесь никто не запаривается. Если вы думаете, что так только в обычных квартирах, нет. Я посмотрел самые крутые квартиры, смотрел крутые видовые пентхаусы. Все здесь у них одинаково. В общем, они все, ребята, делают по стандарту. Теперь рассказываю, почему я не снял крутую квартиру. Потому что ее снять здесь просто невозможно. Если вы турист, если вы не планируете здесь оставаться, если у вас нет счета в банке, вы не снимете квартиру здесь. Официально вы здесь квартиру не снимете. Мы столько времени на это потратили. Ребята, я им кучу документов предоставил. Показал все свои брокерские счета. Показал выписки со своей компанией. Показал налоги. В общей сложности я им показал полмиллиона долларов. Но все равно для них это ничего не значит. Потому что деньги должны быть у тебя на американском счете. Плюс мы не планируем здесь оставаться. Не планируем, так сказать, заземляться. Все эти документы, вся эта бюрократия, это вообще не мое. Жить по отелям это вообще не вариант. Потому что это капец как неудобно. Мы еле-еле месяц выдержали в отеле. Вообще неудобно. Ни кухни нет. Места мало. В общем, отели это не то. В отеле пожить можно недельку. Поэтому вот этот вот вариант, это лучший вариант. Это лучший вариант и это единственный вариант. Как только мы его увидели, мы сразу же за него ухватились. И в общем-то сразу же заплатили. Да, если списаться с нашими ребятами на фейсбуке, конечно же, вы сможете снять обычную квартирку где-то на окраине. Там за 500, за 1000 долларов. Без документов. Но, ребята, мне такой варик не подходит. В общем, вот такую вот квартиру мы сняли. Как мы ее сняли? Мы ее сняли в субаренду. В общем, мы на фейсбуке нашли человека, который уезжает на несколько месяцев. И вот он нам отдал эту квартиру за кэш. Стоит, ребята, эта квартира 32 тысячи долларов в месяц. Представляете? 32 тысячи долларов. Шутка, ребята. Это цена за год. В месяц такая квартира стоит 2700. И вот человек уехал на несколько месяцев и вот отдал нам вот эту вот квартиру. Прикол в том, что мы получили эту квартиру уже как бы совсем необходимым. Потому что если бы мы сняли квартиру официально, мы бы сняли ее пустую. Здесь ребята сдают квартиры пустые. Да, конечно же, мы бы могли все купить там где-то на 10 тысяч долларов. Всю мебель, все самое необходимое. Но мы бы потратили на это очень много времени. А так, все, что вы здесь видите, кроме, конечно же, вот этого всего. Это мы все сделали. Вот кроме елки, кроме этих всех носков. В общем, здесь все, ребята, было. Давайте показываю, как живут американцы. Итак, вот здесь такая вот гардеробная без двери. Дверь стоит отдельно. Так, здесь у нас, везде у них вот стоят стиральные машинки и сушки. Вот всегда у них так. Внизу стиральная машина. Сверху сушка или наоборот, не знаю. Так, идем дальше. Вот такая вот кухня. Холодильники все у них со льдом. Вот такой вот, видите, генератор. Да, здесь вот они нам оставили какие-то йогурты. Это тоже, ребята, лед. Кидать в бокал. В общем, везде у них в холодильниках вот такая вот машина, которая генерирует лед. Ребята, знаете, в чем прикол? У американцев нету чайников. У них везде кофемашины. Везде в отелях были кофемашины. И с помощью кофемашины ты должен делать себе кипяток. В общем, это капец как неудобно. Плюс эта машина почему-то не работает. В общем, мы купили себе чайник. Также здесь есть вот посудомойка, газовая плита. И вот такие вот у них огромные микроволновки. Здесь можно готовить. Так, идем дальше. Везде у них, ребята, бары. Вот такой вот оставили нам бар. Я вам скажу, ребята, так. Американцы больше пьют, чем наши. Они пьют, ребята, реально каждый день. Вот у них культура коктейлей. Вот смотрите. Вот такая тема у них продается. Уже готовые коктейли. У них в супермаркетах продаются готовые коктейли. Коктейли всех видов. Вы можете найти в супермаркете. В общем, друзья, с приездом в Америку у меня разрушилось, не знаю, столько мифов. Я отдельно сниму об этом видео. Вы реально будете в шоке. Больше всего меня поразило. Давайте скажу вот одну вещь. Видео не об этом. То, что у них нет Apple Pay. Представляете, страна, которая придумала Apple Pay, не пользуется Apple Pay. Многие здесь вообще не знают, что такое Apple Pay. Вообще не понимают, что я хочу от них. Они говорят, дай нам карту. И это, ребята, в больших городах. В больших, крутых городах. Да, здесь, в Чикаго, есть Apple Pay, но, ребята, не везде. Так, переходим сюда. Здесь вот такое вот местечко. Здесь мы, бывает, работаем, ужинаем. Так, переходим сюда. Переходим в эту красоту. В общем, вот так вот мы, ребята, все здесь украсили, сделали максимально такую, знаете, новогоднюю атмосферу. Я вообще, ребята, так от этого кайфую. Знаете, мне мама говорит, Тарас, когда ты уже повзрослеешь? Я ей отвечаю, мама, я не хочу взрослеть. Я всегда хочу оставаться ребенком в душе. Всегда. Ребята, главное, главное счастье. Делайте то, от чего вы кайфуете. Создавайте вокруг себя максимально крутую атмосферу. И пофиг, что скажут люди. Ребята, я знаю многих крутых чуваков, которые, блин, рассказывают мне, как они смотрят там мелодрамы, которые говорят, как они тоже кайфуют от всяких вот таких вот ништяков. Но на публике они жесткие, блин, суровые ребята. Я уже давно забил на это все. Я вам скажу так, это придет со временем. Ну, дай бог, чтобы это пришло со временем. Опять же, главное счастье. Ребята, я всегда мечтал, я всегда мечтал, блин, жить в счастье, в красоте, в богатстве, в достатке, в уюте, в комфорте. И поэтому, блин, я буду создавать вот такую вот атмосферу, чтобы быть максимально счастливым, чтобы быть максимально продуктивным, чтобы, блин, хорошо себя чувствовать, в какой бы ты стране ни находился. Я везде создам дом. Кстати, чего-то не хватает, многие могли заметить на елке. Вот чего не хватает. Вот лежит котлета. И вот эта вот котлетка пойдет сюда. Я еще ее, ребята, не успел развесить. Все, друзья, дело сделано. Вот так вот нужно наряжать елку, чтобы в следующем году быть при деньгах. Вот так вот все смотрится вечером. Красота, конечно же, красота. Еще я вам хотел показать одну крутую штуку. В общем, ее не видно, ее плохо видно. В общем, давайте покажу фотку. Вот, смотрите, что творит природа, да. Это мороз такое вот чудо нарисовал на стекле. Так, давайте покажу вам вид, который открывается с моего балкона. Здесь тоже у меня все украшено. Ребята, здесь у них есть таймеры. Вот такая тема. Это таймер и гирлянда включается в 6 вечера. Целую ночь горит и в 6 отключается. Видели в фильме «Один дома» в первой части? Там он говорит, когда будут включаться дома. Я тогда не понимал этой темы. Теперь понимаю, вот у них везде стоят таймеры. Вот такой вот вид на Чикаго. Сейчас холодно, минус 10. Но, ребята, ветра вообще нет. Говорят, что Чикаго – это ветреный город. Но вот мы уже здесь месяц и пока полный штиль. Это небоскреб. Вот по центру Хэнкок. Вид на озеро. А вот такой вот, друзья, Чикаго на рассвете. Время сейчас 6.40 утра. В общем, друзья, вот такая вот квартирка за 2.700 в месяц. Ну и плюс там еще получается где-то 200 долларов свет, интернет. Сан-Франциско, кстати, я снимал за 10, да? А здесь, блин, 2.700. Давайте покажу вам, как я обустроил свой кабинет. Ну, это не только кабинет. Это и спальня, и кабинет. И здесь, да, тоже, тоже елка. Тоже гирлянда. Я просто обожаю гирлянды. Ну, я думаю, вы уже это поняли. Здесь баскетбольный мяч. Позже расскажу, что я с ним здесь делаю. Вот такая вот обычная здесь кровать была. Постель мы купили свою. Там я тоже вот в углу все настроил. Вот такая вот живая елка. Так, здесь все как всегда. Один старенький мой МАК для работы. Телефоны. Новый МАК для монтажа. Вот сертификат. Подписан Маргуланом. Кто проходит вот эту вот штуку, тот крутой инвестор. Это я, ребята. Считаю 100%. Вот так вот. Инвестируйте как Тарас, и будете есть вот такую красную икру. Единственная вещь, которую я получил в путешествиях, поэтому не знаю. Вожу с собой, в общем. Поставил на стол. Вот здесь моя шляпа американская, которую я купил. Не помню где. То ли в Юте, то ли в Техасе. Здесь книги были. Здесь рабочие телефоны. Вот на этом телефоне тестирую робота на Бинансе. Вот что сейчас нужно в современном мире для богатства и свободы. Вот это вот устройство. Вот это вот устройство и интернет. И все, ребята. Так, расскажу вам еще об одной интересной особенности в американских домах. Здесь у них вот потолок идет под наклоном. Вот так вот туда. И пол, соответственно, тоже. Видите, я сижу вот на обычном стуле. Потому что стул на колесиках, в общем, скатывается вот туда. Я сижу и вечно, короче, отъезжаю. Говорят, что это для того, чтобы не затапливать квартиры. Там у них стоят специальные сливы по центру. И таким образом, если происходит потоп, в общем, вы не затопите соседей. Так, вот такой вот здесь гардероб. Опять же, простые такие вот выключатели. Сюда мы снесли весь хлам, который был в квартире. Ну и здесь мой гардероб. Вот как-то так. А вот так вот, ребята, выглядит спальня и кабинет миллионера вечером. Напоминает, знаете, какую-то комнату девочки и подростка. Вот на самом деле мой кабинет. Но он где-то там, он далеко. И там я не работаю. Я работаю сейчас вот здесь. И честно сказать, вот эта атмосфера, она намного уютнее, чем вот этот вот мой лакшери кабинет мечты, в котором я не работаю. А теперь давайте покажу вам самый большой плюс этого дома. Вот такой вот здесь был мусорный бак. А, кстати, не показал вам еще ванную комнату. Вот такая ванная комната. Любимая здесь тоже создала уют. Повесила шторку с Микки Маусом. Здесь у них, видите, корзина есть для туалетной бумаги. Везде у них эти корзины. Ну, вот так вот здесь простенько. Вот эти вот шкафчики у них, да, видели в фильмах. Открываешь, и там стоят у них всякие таблетки, всякие там антидепрессанты. Ну, в общем, вот так вот здесь. Погнали. Покажу вам самую крутую фишку этого дома. Нам нужно спуститься на девятый этаж. Итак, смотрите, что здесь у них на девятом этаже. Вот такая вот дорожка беговая. Это все, ребята, у них на крыше. И этим могут пользоваться все жильцы. Вот такая вот зона для собак. Вот здесь они гуляют с собаками. Так, идем дальше. Вот здесь такой вот холл. Здесь я проводил вот здесь встречу с подписчиками. Кстати, на встрече, ребята, задал новый уровень. Теперь я подписываю только сотки. Сейчас пойдем чипотла. У тебя именно, конечно, чего-то стоит. Не, ну это круто, конечно. Позвучай. А кто-то же поговорил. Да он мне должен денег. Дальше, хорошо, тебя тоже. А можно имя? Ион, ай, 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 ай. Или Эн, а я тебе Эн написал. Ну, ничего страшного. Ну, ничего страшного. Ну, главное, это суток. Не обижать. Что, у тебя нету соток? Да, это, это, я переживаю. Да, ну, это раз. Ну, все, все. О, нет. Все, таки, не единично. Ну, у тебя страшно будет. Ну, не ровно. Все, ты миллионер, все, подарок. Всегда помню это. Зараз, ну, реально очень сильно. В общем, вот так вот у нас происходила встреча. Также смотрите, что здесь есть еще. Вот такая вот комната. Это, ребята, все для жильцов. Бесплатно. Вы можете приглашать друзей и вот здесь вот тусить. Вот здесь вот встречаться. Организовывать какие-то мероприятия. Идем дальше. Жалко, что в наших домах такое не делают. И делают они это, ребята, везде на девятом этаже. Ну, в основном. В Сан-Франциско я жил. Тоже это все дело было на девятом этаже. Смотрите, зала есть. Фот, конечно же, только через ключ. Вот такой вот здесь зал. Также смотрите, есть восклик. Баскетбольный зал. Вот здесь я играю в баскетбол. Вот зачем я купил мяч. Так, это еще не все, ребята. Здесь также есть гильярдная комната. Вот такая вот комната. Здесь вы тоже можете встречаться, спускаться сюда, играть в бильярд. Так, сейчас вам покажу суперудар. И еще один. И еще супербросок покажу. Так, идем дальше. Еще здесь есть одна комната отдыха. Камин здесь. И здесь стоят компьютеры. Если вам нужно, вот можно что-то распечатать. Так, кофемашины здесь уже платные. По карточке. Также здесь есть, ребята, бассейн, гриль. Вот у них культура грилей и коктейлей. Но это все на улице. Сейчас это все закрыто. Во многих домах, вот мы смотрели, есть бассейны внутри. В общем, ребята, здесь так у них во всех домах. Вот это самый большой плюс вот таких вот домов. А я, друзья, купил квартиру в одном из самых крутых домов Киева. И там вот такой вот темы нет. Плюс у меня там коммуналка где-то. Ну, долларов 400 получается у меня коммуналка. Ну, в среднем. И цены там такие же на квартиры. От двух до трех тысяч долларов. А здесь за, получается, три тысячи долларов, да, я получаю вот и бассейн, и зал, и вот такие вот комнаты отдыха, и беговую дорожку. В общем, вот так вот, друзья, живут американцы в центре города. В общем, друзья, на этом буду прощаться. Если вам интересно узнать о моих планах, то я, конечно же, не планирую здесь оставаться. И никогда не планировал. Да, Америка крутая атмосферная страна. Но чисто приехать, посмотреть, но это не страна для жизни. Но это для меня, ребята, да. Это мое мнение. Почему? Потому что эта страна вообще не соответствует моей философии. В общем, уже весной, ребята, я думаю, мы с вами увидимся в Европе. Увидимся в Польше. Может, в Польше сделаем большую встречу. Вот такие вот, друзья, планы. Короче, ребята, я погнал. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк. Подписывайтесь на все мои проекты. Ссылки будут в описании. Вот, кстати, Trump Tower. Кстати, друзья, я запустил в Telegram-канале пожизненный конкурс. В открытом Telegram-канале. Первая ссылка в описании. Подписывайтесь. Каждую пятницу я буду разыгрывать 77 долларов. Каждую пятницу на пожизненной основе. Нет, в пятницу уже будут результаты. В пятницу результаты, а конкурс будет в четверг. То есть, однодневный конкурс. И вы можете выиграть 77 долларов. Планирую я проводить этот конкурс на пожизненной основе. Все, друзья, я погнал. До новых встреч. Всех люблю, целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok